Дмитрий Шиллер 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 В это время аквалангисты готовили снаряжение. Среди опытных дайверов 12-летняя Аделина. Это ее первый выход в открытый водоем. Перед погружением краткий инструктаж. Нас сейчас подготовили к тому, чтобы мы ощутили, что такое открытая вода. Что такое небе не видеть, что такое грязь. Любители подводных съемок разочаруются. Их нет. В Волге на глубине нескольких метров видимость нулевая. Это очень осложняет работу дайверов. Искать останки церквей им придется вслепую. Сантиметр за сантиметром прощупывая дно. Это будет просто большое-большое количество ила, которые, когда мы туда упадем, мы еще больше его поднимем. Видимость будет практически нулевая. И нам очень сильно повезет, если мы упадем сразу на ту точку, которая была заявлена. Мы, наверное, попытаемся оттуда поднять какой-нибудь камень закладной, или кирпич, или что-нибудь. Что сможем найти? Потому что все-таки русло меняется, дно заиливается. Поэтому сложно что-то сказать. Самое главное – найти фундамент. Дайверам повезло. На фундамент они наткнулись быстро. Подняли его часть, а еще нашли подкову. А это, как известно, на удачу. Она им пригодится. Этим летом русское географическое общество в Татарстане организует еще 18 подводных экспедиций к затопленным храмам. Дарья Турцева, Равка Дзейдинов, Сергей Баранов. Вести Татарстан, Лаишевский район. И для наших зрителей я напоминаю, телефон прямого эфира 554-30-90. Звоните, задавайте вопросы. Возможно, кто-то может помочь в поисках утерянных святынь. Напомню, сегодня мы беседуем с руководителем Татарстанского отделения русского географического общества. Со мной в студии Дмитрий Шиллер. Здравствуйте еще раз, Дмитрий. Здравствуйте. И у меня первый вопрос. Как видели мы в материале, сразу погрузились аквалангисты и обнаружили храм. Как такое может быть? Это просто удача или все-таки предварительная работа? Ну, это колоссальная предварительная работа. Причем, если вы обратили внимание в сюжете, в общем-то, всю работу, основную работу ведут подростки под руководством очень опытных инструкторов, очень опытных аквалангистов. Эти ребята самостоятельно изыскивали. Мы не стали им сознательно облегчать это. То есть, они обращались, они находили людей, они обращались. То есть, это имя велась всю зиму. То есть, очень серьезнейшая исследовательская работа. То есть, им приходилось очень здорово, скажем так, себя и ломать где-то, и где-то продвигать, где-то двигать, обращаться, искать людей, не стесняясь к ним обращаться за помощью. Вот. Мы, еще раз подчеркну, сознательно не стали им ничего облегчать. И, в общем-то, вот он результат работы этих ребят. Они погрузились и с первого раза попали на точку. А местные жители большую помощь оказывают? Ну, надо понять, что, допустим, из всего того населения, которое жило, только одна бабушка осталась жива. Естественно, здесь какие-то дневники, какие-то воспоминания, они, безусловно, играют роль. Безусловно, то есть, воспоминания, то есть, записи этнографов, записи географов, все эти точки, они, в принципе, известны, и погрешности известны. Но наша задача не просто найти эти храмы. Это было бы слишком просто и легко. Наша задача, чтобы наши ребята, которые всю зиму тренируются в бассейнах, все свои навыки, которые они оттачивают в бассейне, применили непосредственно в этих поисках, в этих подводно-исследовательских деятельностях. То есть, мы хотим, чтобы ребята очень, скажем так, объемно, широко развивались, чтобы не было только развития, скажем, в мышцах, но было еще развитие в голову. И здесь как раз вот эти открытия, которые они делают для себя, они понимают, что можно мечтать, то есть, что вдруг неожиданно выясняется. То есть, почему, ребята, вы ничего не хотите, а мы мечтать не умеем. То есть, а можно мечтать? И когда мечтаешь, понимаешь, что для того, чтобы мечта случилась, нужно работать, что нужно прикладывать какие-то усилия. И эти ребятишки, они с детства учатся мечтать, с детства учатся, в общем-то, работать, для того, чтобы получить свою мечту. Ну и, конечно, преодоление. Конечно, это приключение. Это приключение, которое будоражит, которое не дает заснуть. Это подводный мир, он всегда интересен. Наверное, условия тренировки в бассейне, условия реальные, они очень сильно отличаются. Все-таки, как на самом деле там, на дне Волги? Очень сильно отличаются. И мы с гордостью можем сказать, что наши ребята, прошедшие эту школу, очень хорошо себя показывают уже и в международных подводно-исследовательских экспедициях. Потому что, в общем-то, вы прекрасно понимаете, что если вам приходится искать, в общем-то, в абсолютной тьме, практически, да, в лучшем случае, где видимость у вас один метр, то, в общем-то, когда вы оказываетесь в море с хорошим освещением, то вы очень хорошо работаете. Ну, опять-таки, это как раз то, мы рассматриваем вообще вот это все как полигон подготовки для того, чтобы наша татарстанская молодежь уже завтра стала, в общем-то, первооткрывателями в больших, огромных проектах подводных исследований. Ведь ни для кого не секрет, что сейчас все, абсолютно все экономические, то есть научно-исследовательские проекты идут под воду. Ну, в общем-то, мы надеемся, что наша молодежь будет опять-таки на острие этого копья, который, в общем-то, именами нашей молодежи будут называть подводные пики, подводные, то есть какие-то каньоны и так далее. А как вообще зародилась эта идея организовать проект святыни Татарстана? Ведь столько лет все это покоилось на дне, никто не трогал, не ворошил. Вы знаете, опять все начинается с мечты, все начинается, в общем-то, с простых вещей, да. То есть когда задают вопрос, и ты вдруг понимаешь, что не хватает, вот тебя не хватает, чтобы ты его ответил. И ты начинаешь обращаться. Обращаться начинаешь, ну, к первоисточнику, да, то есть это Куран, это Библия. Вот, и, в общем-то, поэтому мы пригласили в наш отряд, у нас в отряде ныряют и священники православные, и хазраты. То есть эти ребята, которые вечером имеют возможность вместе сидеть и задавать вопросы, в общем-то, действительно людям, которые владеют предметом. И эти люди, в общем-то, очень духовно, скажем так, подпитывают наших ребят. И нет никаких, вот здесь вот очень интересный момент, у нас не бывает никаких разногласий по религиозным убеждениям. То есть потому что люди видят, и наши детки видят, что, в общем-то, жить можно в мире, жить можно в мечте, и героями становиться не обязательно только на войне. А как местные жители реагируют на ту работу, которую вы проделываете? Они участвуют в этом? Очень участвуют, и я хочу сказать, что это всегда с открытым сердцем, или потому что, что мы делаем, на самом деле, надо понимать, да, ведь для любого человека его корни, вот это, может быть, избитое слово, но это действительно корни, да, и когда мы там поднимаем камень из церкви, которая молилась его прадедушка, или из мечети, или там его прабабушка, его бабушка, его дедушка, где папу крестили, маму крестили, и этот камень мы передаем в эту церковь, либо к этой мечети, да, то это такое получается, в общем-то, ну, как ниточка из намоленного храма в новый храм. Вот что делают эти ребята. То есть, поэтому всегда со слезами, всегда, в общем-то, с распростертыми объятиями, всегда вот с такой, с открытой душой. Мы идем к людям с открытой душой, а не к нам. Ну, проект существует уже фактически два года. Каков, не знаю, итог работы? Вы знаете, прошлый год, он все-таки был пробный, потому что мы его, мы долго понимали, что нам нужно. То есть, мы долго хотели, ну, именно вот к этой концепции шли. Вот, и когда мы поняли, мы в прошлом году только один объект обследовали, вот, и в этом году нам повезло, мы получили дополнительное финансирование, которое позволит нам уже следовать 18 православных и 5 мусульманских святынь под водой. И у нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как можно попасть вот к вам в русско-географическое общество? Я хочу стать дайвером. Вот, прекрасно. На самом деле, все очень просто. Вы заходите на сайт русского географического общества, регистрируете, заполняете анкету, либо приходите к нам, в общем-то, начинает, чтобы попасть в подводный исследовательский отряд, нужно, безусловно, пройти дополнительное обучение, как эквалангист, ну и плюс получить специализацию. У нас идут специализации по шести направлениям. Основные, то есть, которые мы здесь, непосредственно, в Татарстане, это подводная археология, подводная исследовательская деятельность. Это вот те вещи, которые мы сейчас запустили. И, в общем-то, пройдя дополнительное обучение, вы уже можете себя, как волонтеры, как говорится, подать на заявку на участие в этих экспедициях. Надо сказать, что экспедиции не только в Татарстане. Мы только что вернулись, мы работали с нашими украинскими коллегами. С 1982 года они не вели мониторинг Черноморского побережья, как ни странно. У них нет тоже таких специалистов, которые мы готовим здесь. И мы целый месяц работали в Крыму. Работали по исследованию, по началу мониторинга как раз непосредственно подводной части Черноморского побережья. Подписано соглашение с Датской академией как раз тоже по изучению и обследованию морей. То есть, так что, в общем-то, я думаю, что наши ребята, которые пройдут обучение, в общем-то, смогут, как волонтеры, участвовать в разных научно-исследовательских экспедициях в любые точки земного шара. Еще один есть проект, очень интересный, который реализуется Русским географическим обществом, холдингом ВГТРК. Наверное, к нему мы вернемся после звонка. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите. Алло. Да, здравствуйте. Убавьте, пожалуйста, телевизор. Вот я по эфиру слышу, что это мой голос. Скажите, пожалуйста, вот у нас нет интернета, а моя дочка очень хочет принять в этом участие. Вы говорите просто про интернет, а как-нибудь просто городской телефон есть у вас, чтобы с вами связаться? В общем-то, к нам очень просто, на самом деле, попасть. Позвольте, да? Молодежный центр Акбарс, это декабристов, думаю, один. В общем-то, нужно прийти и спросить нас, вам подскажут, как нас найти, и легко будет с нами связаться. И тогда вернемся, наверное, к проекту 10Russia.ru. Следите ли вы за этим проектом? Конечно, я приглашаю всех татарстанцев следить за этим проектом, посмотреть на этот проект, познакомиться с этим проектом. Что это за штуковина? Сейчас отбираются 10 картинок, по сути дела, которые будут символизировать Россию, не только Татарстан, а Россию. Со стороны Татарстана тоже заявлено, естественно, как нам показалось, несколько интересных мест, которые могли бы также символизировать и Татарстан, и Россию. И мы просим татарстанцев, опять-таки, зайти на этот проект и проголосовать. Нам очень хочется, чтобы, в общем-то, в визитной карточке России были какие-то места из Татарстана. А сами за какой объект голосуете? Или это тайна? Нет, за площадь тысячелетия. За площадь тысячелетия. Что же, благодарю вас, Дмитрий Августович. Мы, к сожалению, вынуждены из-за ограниченных эфирных рамок завершить наше интервью. Напомню, у нас в студии руководитель Татарстанского отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер. Мы беседовали о стартовавшем проекте Святыни Татарстана и о проекте 10Russia.ru Нашу беседу вы также можете посмотреть на сайте телеканала TRT-DEFIST-TV.ru А сейчас вас ждет прогноз погоды.